Комментарий. Ответьте, пожалуйста, почему в фильме Мимино Макарчан говорил долма? Это после того, как азербайджанцы и армяне начали воевать, с того момента толма стала. Очень интересно. Смотрите, я, как уже сказала, в Восточной Армении – толма, в Западной Армении – долма. Например, мы в Восточной Армении говорим «тигран», имя мужское, да, «тигран великий», а они говорят «тигран», «д» и «г». Там, где мы говорим «т», они говорят «д». Это специфика армянского языка. После геноцида многие армяне переселились, которые выжили, переселились в Восточную Армению. И с того момента они принесли с собой своё произношение слова «толма», «долма». Но так как их не очень много в Армении, то в основном преобладает Восточно-армянское произношение «толма». Я выросла в Ереване, поэтому в Ереване я вообще не слышала «толма». Я в советское время, я не знала, что вообще есть произношение «толма». Я выросла. Я только в интернете узнала, что другие говорят «толма». Но в Армении есть регионы, в которые переселились западные армяне после геноцида. И вот, наверное, фрунзик из-за этого региона или по сценарию ему дали вот этот диалект вот этого региона. Потому что в основном в Ереване всё же «толма». Но в последнее время многие в ресторанах стали писать «толма», потому что это слово более известно во всём мире, что я считаю очень неправильным. Мы в Ереване, как говорили «толма», так и должно остаться. Нельзя подыгрывать гостям, нужно уметь своё отстаивать. И заметьте, самое интересное, что в самой Турции это блюдо не называется «толма». Это блюдо в Турции называется «сарма». Это у армян «толма». И, как видите, азербайджанцы заимствовали слово не из Турции, а у армян. Более того, «сарма» – она с виноградными листьями у турок, но в ней нет мяса. И это блюдо подаётся холодным, как закуска. А у армян это второе горячее блюдо с мясом и называется «толма». Вот у азербайджанцев именно так, как у армян. Горячее блюдо с мясом и называется «долма». Но у турок совершенно другое блюдо, понимаете? И названия, и сам рецепт совершенно другие. «Толма» с урарских времён «толи» означает «виноградный лист». И раньше «толма» называлась у армян «толи мис» – мясо в виноградном листе. Но по специфике индоевропейского языка ещё с урарских времён сокращается. Вот, например, в русском языке вы же говорите «спасибо», а это как начиналось? «Спаси тебя, бог». Понимаете? «Спаси тебя» – вот «тебя вообще» выпало. А «бок» сократилось про «до бо» и вместе стало «спаси бо». Вот точно так же «толи мис» сокращается до «толма». Потому что азербайджанская, турецкая версия того, что означает «наполненный», во-первых, не соответствует рецепту «толмы», которую заворачивают. Во-вторых, если так, то тогда всё, что наполнено, является «толмой» или «долмой». Например, «бак залить, наполнить бензином», то есть «наполненный бак» – это «долма». Или «завернуть сыр в лаваш», получается, по их «наполненный лаваш» – это «долма», понимаете? Можно наполнить всё, что угодно, но к кухне это не имеет никакого отношения, тем более, что у азербайджанцев нет слова «кухня». Они взяли это слово, заимствовали, а как они любят говорить «укра» – говорить «украли» у персов. Мать пех!